Разработать интеллектуальные автомобили с возможностью одновременно перемещаться по суше, воде и воздуху, а еще изучить одну из загадок космоса – черные дыры – это не шутки, а тема для серьезных исследований. Правда, донести мысль мешает языковой барьер. Студенты приехали из своих стран совсем недавно. Мне сложна грамматика в русском языке, очень сложно. И есть некоторые слова, которые я не могу произнести, потому что в них много букв. Некоторые студенты готовили доклад и со своим руководителем, а этот руководитель, скажем, по технической специальности, и ему помогал преподаватель русского языка, который ставил дарение, слушал этот доклад. В общем, это такая совместная была подготовка. В своей научной работе студент из Марокко Аюб Альгиндауи рассказал об ореховом дереве – органе. Это растение подмечает настоящий патриот. Попытки посадить его в других странах успехом не увенчались, поэтому видеть дерево с родиной здесь, даже в Оранжерее, для Аюба мечта несбыточная. Зато можно подумать о создании специального аппарата для получения масла, потому что в Марокко его все еще добывают вручную. Органовое масло – относительно новый международный продукт. Это уникальная эссенция, выращивается, производится и экспортируется только в Марокко. В технической секции приняли участие больше 15 студентов из Колумбии, Коста-Риги, Египта и других стран. Все они студенты алтайских вузов. Кто-то на конференции присутствовал онлайн, прямо из своих стран. Китайская фирма тестировала первое летающее такси. Все исследования носят прикладной характер. Это значит, что студенты смогут воплотить в реальность те механизмы, о которых говорят в работах. Допустим, по механической обработке углепластиков представитель Китайской народной республики уже получил патент Российской Федерации. И на российском предприятии внедрена эта технология на предпроектной подготовке производства определенных деталей. Среди тем, которые волнуют сейчас иностранных студентов, не только новые технологии, но и вопросы экологии и межкультурного взаимодействия. Кстати, такие конференции, это уже 13-е по счету, очень важные отмечают в техническом вузе. Ведь они помогают студентам не только рассказать о научных исследованиях, но и продемонстрировать, насколько хорошо иностранцы научились говорить по-русски. Анна Рашагирова, Николай Жилко, Александр Антропов. День с толком.